Начали планерку с вопроса, не теряющего актуальность уже несколько лет. Это самовольное строительство. В прошлом году в Сочи насчитали 17 самостроев, в этом уже 39. По инициативе администрации на каждый из объектов судом уже наложены обеспечительные меры в виде ареста. Тем не менее, мэрия, не имея контролирующих строительство функций, в рамках только своих полномочий не решит эту проблему. Поэтому будут созданы районные межведомственные рабочие группы с участием представителей прокуратуры и Краевого департамента по надзору в строительной сфере. По типу тех, которые выявляют и пресекают незаконные канализационные сбросы. Что касается самостроя, возглавлять эти группы будете вы, главы районов. Задача одна – написать заявление и подать в суд на приостановление. Добиться этого. Ежедневно главам районов проводить совещание по рассмотрению вопросов законного строительства. Городская комиссия будет собираться ежемесячно с участием прокурора района, естественно, под руководством главы города. В целом же результат борьбы с самоволками очевиден. Только за последние два года количество нелегально возведенных многоэтажек в Сочи уменьшилось на 70%. К лицам, которые прямо или косвенно причастны к возведению самостроев, подчеркнул Пахомов, применяются самые жесткие меры. Так, сегодня глава курорта потребовал возбудить уголовное дело на уволенного начальника управления архитектуры Адлерского района. На объекте, который строили его родственники, были обнаружены признаки самовольной постройки. Также на планерном совещании сегодня говорили и о реализации федерального проекта «Комфортная городская среда». До 9 февраля сочинцы путем голосования в районных администрациях оставляли свои пожелания. Предлагали в конкретных местах облагородить скверы, прогулочные зоны, набережные рек. От жителей поступило 1633 предложения по общественным территориям. По районам Адлер 366, Хоста 563, Центр 578, Лазаревка 126. В итоге с более чем полутора тысяч были отобраны 16 наиболее популярных предложений. Свой голос за одно из них можно будет отдать 18 марта. В день выборов президента в Сочи откроются 167 счетных участков для голосования за комфортную общественную территорию. Таким образом, на курорте будет определено 8 мест, где в этом году появятся новые парки и скверы. Это интересный подход, когда с людьми надо посоветоваться, где бы они хотели видеть сквер, где бы они хотели видеть в каком виде этот сквер, что там должно находиться, площадка детская, либо спортивная площадка и так дальше. Сегодня наша задача – это, по большому счету, создать условия для отдыха непосредственно по месту жительства. Новые парки будут сделаны по типу тех, что открыли в районе Фабрициуса или, например, на Бытхе. На благоустройство одного сквера будет потрачено более 35 миллионов. Всего же из федерального бюджета на создание комфортной городской среды Сочи в этом году получит 250 миллионов рублей. Анатолий Пахомов также подчеркнул, что до 1 марта у сочинцев будет возможность вносить дополнительные предложения по обустройству скверов. Эти проекты реализуют за отдельные, уже привлеченные средства. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова